Катерина Гордеева Политиком-оппозиционером Одним из самых жизнерадостных Если можно так выразиться Бесшабашных российских политиков Наверное в мире где политика существует Политик должен быть таким Живым Жизнерадостным Отчаянным Не злым Не агрессивным Мне кажется что Борис Ефимович Немцов Был именно таким человеком и тем больнее Наверное было бы правильно Если бы мы почтили его память минутой молчания Спасибо вам большое Наши гости сегодня Это Министр культуры России Владимир Мединский Куда удобно вам Глава Эхо Москвы Алексей Венедиктов Алексей Алексеевич И глава самого европейского российского музея И всех музеев нашей страны Михаил Борисович Петровский Присаживайтесь Я думаю что было бы Странным и Неправильным Если бы мы сейчас вдруг Пустились в рассказ о русских сказках Как мы заявляли эту тему Не поговорив о том что Волнует наверное каждого сидящего в этом зале Волнует страну И волнует я думаю нас с вами Как жить В стране Где на В пяти минутах В пяти шагах от Красной площади Убивают политика Расстреливают Ну практически в общем на наших глазах Я не знаю кто из вас первый скажет Алексей Алексеевич Ну надо жить Ну расстреливают Ну бывает Ну в стране вообще понижена ценность человеческой жизни Мы каждый день видим как Убивают людей Рядом с нашими границами Как два братских народа С моей точки зрения Идет война уже достаточно давно И когда говорят Когда только бы не было войны Да есть война Чего уже давно есть война И вот это понижение Уровня восприятия к смерти На мой взгляд Она влияет на культурный код нации Мы привыкли Ну да Вот Немцов известная фигура Мы все его знали Хорошо Лично общались В разные периоды его деятельности Жизни Но пройдет два дня Волна схлынет Его забудут Ну друзья не забудут А вообще забудут Как политика забудут Будут помнить как человека Такого странного Смешного Вот это самое страшное Что мы привыкли И может быть надо искусственно Себя возвращать к трагедии Может быть Мы знаем да Что греческая трагедия Всегда носила характер очистительный Да Вызывала катарсис Надо помнить о трагедии А мы стараемся забыть о трагедии Потому что так комфортнее И мне кажется Что вот собственно говоря В этом главная проблема И это при том Что люди продолжают погибать Их застреливают И в пяти метрах от Кремля И в пятидесяти метрах от Кремля И в пятистах километрах от Кремля Кто Боинг помнит Сбитые уже Это уже забыли Голландцы пусть помнят А мы про это вообще ничего не помним уже Сколько людей погибло Повторяю на Украине На Юго-Востоке В Одессе Да не помним ничего Вот это проблема современного мира Это проблема современного мира Или проблема России Это проблема современного мира Но в России особенно Как в некоторых странах Где цена человеческой жизни одной Всегда было меньше Наш культурный код содержит На мой взгляд Если коллеги хотят меня правильно Патриархальность У нас государство важнее чем личность Так было всегда Так было при Владимире Святом Так было при Петре Первом Так было в советское время И так сейчас И цена человеческой жизни Ну вот для нас Не для государства Бог с ними Для нас с вами Она мелковата Потому что у нас такой 300-700 летний культурный код Вот так Жить надо Михаил Борисович Ну во-первых К сожалению Это есть часть русских сказок Действительно Правда Это как раз Все правильно Поскольку мы Справляемся говорить Об истории Так это вот часть Нашей истории Она у нас В общем такая Но я хотел бы Уметить что При всей Обостренности Российской Абсолютно прав Венедиктов Что Это мировая вещь Не то что Человеческая жизнь Ничего не стоит Убить другого И убить себя Тоже ничего не стоит Это часть нашей Сегодняшней цивилизации Это с одной стороны Мусульманские шахиды Мы так все забываем Да Что это люди Которые дают свою жизнь Раньше это называлось героизмом А теперь это даже не очень Люди убивают других Люди убивают себя И договорятся С самоубийством По интернету И по всему миру Поэтому это Одним резонансом уходит В исламский мир Другой резонанс У нас и все это сливается С обычной политикой К сожалению У нас вообще все Критерии Об этом есть Нужно думать Все критерии Низки Все упали У нас происходит Полная девальвация Всего В том числе И вот этих И человеческой жизни И по всех Очень многим Параметрам У нас происходит Девальвация Вот этой Остроты Того что происходит Ну А вот что с этим делать Это я не знаю Владимир Славович Ну я бы не хотел Сегодняшнюю встречу Превращать В политический митинг Потому что Мы вообще изначально Это человеческая история Мы выросли При этом политике Вот он менялся Становился депутатом Становился губернатором Становился вице-премьером Теперь его нет И это произошло На наших глазах По-человечески Это трагедия И вы правильно сделали Что начали эту встречу С выражением Соболезнования Родным и близким И тем более Все мы знали его лично Можно по-разному Относиться К его политическим взглядам Или к его Деятельности Но Это трагедия И Другое дело Что Мне не кажется Что Россия Является Какой-то Исключительной Страной В плане Пренебрежения К человеческой жизни Просто Мы здесь живем И Мы это особо Воспринимаем Нам кажется Что То что происходит Здесь Это Всегда больше Острее Важнее Чем То что происходит Где бы то ни было Но на самом деле Такой Комплекс восприятия Характерен для любого народа И Для любой страны А то что Проблема терроризма Это же не российская Проблема терроризма Понимаете Мы Только что с Михаил Борисовичем Вспоминали ассасинов Проходя мимо Можно еще там Начать от ассасинов И сигариев То есть Проблема Всегда Жила Рядом с проблемой Человечества Но глобальность мира Информационная глобальность Конечно делает все это страшнее Страшнее и острее Считаете ли вы Что информационная глобальность И глобальность мира Нивелировали Вот эту русскую сказку Об особости русского народа Которая как правильно Заметил Венедиктов Еще не вчера началась И не сегодня Она началась еще Со времен и Владимира И Петра Первого И так далее И вот эта вот Национальная мегаломания Вот мы Народ богоносец Мы Особенные У нас Особенные ценности И нам Многое Особенно позволено Не считаете ли вы Что это какая-то Наша внутренняя Российская история Я глубоко убежден Что каждый народ Каждый абсолютно Воспринимает себя Особым народом Я уж не буду Приводить примеры Такие глобальные Промессианство Соединенных Штатов И Американской нации Я предчувствую Да не буду Но поверьте мне И японцы считают себя Особыми Уникальными Посмотрите историю Японии Я хотела посмотреть На историю России И китайцы Каждый народ Считает себя особым У каждого народа Глубоко убежден Что у него Какой-то есть особый путь И есть набор черт Нехарактерных Для других народов Наций, национальности И это вполне естественно Потому что люди разные Мы с вами считаем Особыми По отношению друг к другу Российская особость Богоносность Она не является Чем-то исключительным Кстати Каждое из этих Понятий Относится к разным Эпохам Разным мыслителям И в общем-то Затрагивает Разные слои Населения Какие-то идеи Владевали массами Массово После 17-го года А какие-то идеи Владели там Двумя-тремя кухнями Где-нибудь У философов Славянофилов На квартирах Да и все Собственно Поэтому К этому надо Относиться Как к такой Философской реальности Но я Уверен в том Что Особый путь Это не исключительно Русская черта Алексей Алексеевич Да не интересно Ну вот Не интересно Мне это не то Что ты сказал Извините Владимир Руслан Не то Что Володь Ты сказал Ну вот Вопрос Мне там Особый путь Ну да Не особый путь Самомнение Знаешь Я все время Пытаюсь Вспомнить Если мы говорим О русских сказках Героем какой сказки Был Боря Немцов Я сижу и вспоминаю Ну Иванушка Дурачок Это понятно Если вспомнить Его карьеру Вы помните Сказка-то всегда Заканчивается на том Что он женился На царской дочери А как они жили потом Непонятно Что у них там было Так вот Я вот думал Емель уже Который на печи Серый волк Все таки он колобок То есть подумаешь Борис колобок Вот он Так испекся От дедушки ушел От бабушки ушел От медведя ушел Ушел-ушел Веселый Довольный Смеялся Да Все его как бы Пытались лизнуть Откусить Понадкусать От леса не ушел Поэтому Особенность русских сказок Я сейчас пытаюсь Смотрите Какие сказки у нас Французские Там германские Американские Индийские сказания Что ли Про людоедов А у нас То дурачок То Емеля на печи То колобок Все герои Иногда серый волк Мне просто кажется Что В русских сказках Вот положительные герои Всегда заканчивали Женить бы А женить бы Это не конец А начало А дальше Никто не хочет Про это рассказывать Как жить И вот у нас тоже Вот мы Я имею ввиду Россию Да Принимается какое-то Решение там В семье жениться А у нас что делать А что будет дальше Нет Поэтому русская сказка Это отражение Особого пути Народа Но очень часто Эти особые пути Сливаются Вторая мировая Нераздельный мир Да Нераздельный мир Сейчас Нераздельный мир У вас там Как Володя Пророк сказал Теракт происходит Где-нибудь Недалеко А потом эти люди Приезжают сюда Да Мир Безразделен Поэтому особые пути Существуют Сказки их отражают Но Это все-таки Дело прошлого Вообще все сказки Это восемнадцатые Вы знаете Называют русские сказки Мы имели ввиду Конечно Не обсудить С вами фольклор Какой же фольклор Колобок Это наше настоящее Колобок это фольклор Это философия Ну для кого-то Может быть Простите Я думаю Во-первых Сказки Это такой Один из жанров Которые потом Все превращаются Одни фублицистик Другие Историю Настоящую историю Фублицистическую историю И Главные сказки Я вообще вырос Во время Когда еще Проп был жив И все мы читали Волшебные сказки И все мы Уже понимали Что Тогда же В это же время Выходили Начали выходить книжки Про Джеймса Бонда Это самые типичные Волшебные сказки Все точно так Как описано у Пропа Включая И женские истории И все И зубы И хищники И женщины И все остальное Теперь у нас тоже Такие сказки Есть от наших сериалов Они примерно такие Ну и половина нашего И кино И литературы Тоже примерно Вот Такое же Так что Это одна часть Освоения того Что есть Народом Людьми И каждый человек И каждый народ Вообще должен считать Что он самый лучший И так Извините У нас Почти в документах Эрмитажа Не все с этим согласны Мы лишний раз Должны доказывать Что мы Самый лучший музей в мире И все Это наша Миссия внутренняя А вот Эхо Ничего не должно доказывать Она просто Самая лучшая И все Без доказательств Хорошо вам живет Хорошая сказка Вот это неправда Нужно к сожалению Как в спорте Нужно пока не умер Надо доказывать Доказывать не надо Потому что Эрмитаж и так Самый лучший музей в мире Это все правильно Об этом надо напоминать Просто Потому что мы Я как представитель Москвы Передам директору Третьяковки А Третьяковки Думает министр Нет Но это думают все Ну потому что Мы Делать немножко не в этом Есть еще один Так сказать Исторический Аспект всего этого Это проблема Третьяковка Не очень историческая Это проблема Рыба-ихтеолога Вот рыба Про себя знает Ихтеолог ее изучает Это две разные вещи Это два подхода Исторического изучения Истории И один существует И другой существует Описывать там События на языке И в терминах Тех кто в них участвует Либо в своих Там марксистских Или каких угодно Позитивистских Других И вот это есть Это нужно Наверное пытаться Совмещать вместе Да Самые лучшие Да Мессианские Да Исключительно Каждый народ Да Он вписывается В какую-то схему Схем таких Тоже очень много Поэтому Здесь слово демократии Слово плюрализм Да Или еще мультикультурализм Так вот Это вот То есть Нужно С нескольких сторон Смотреть И поэтому Не ужасаться Ни мессианству Ни отсутствия мессианства Которое бывает У нации У всех есть А у Отдельных людей Может быть есть Может быть нет Я прошу прощения Я только один вопрос У вас всегда так Что вы стоите А мы сидим Мне как-то очень удобно Мне просто так очень удобно Я прошу прощения Недавно вот у нас в передаче Невзоров сказал Про историю Про мифы Оль напомни пожалуйста Что это История Это фантазеры Ольга Бычкова Да Оль Что он сказал История это Фантазии фантазеров Основанные на фантазиях Да Вот если Даже какое-то слово Тут пропущено То вот идея Примерно такая То есть все мифы Все сказки Все фантазии Это все наше представление О том что было там При Владимире Красным Солнышком При Петре Первом В эпоху Сталина Или что будет В эпоху Путина Когда Путина не будет Да Это будут мифы И нас учили Поскольку я кончал Иствак Нас учили Что свидетельству очевидцев Доверять нельзя Да Вот об этом как раз Я и хотела поговорить Вот поэтому все мифы Все фантазии Поэтому у каждого Вот я например Представляю что Министр у нас мракобес И ведет мракобесную политику Культурную Вот я абсолютно серьезно говорю И я рядом с ним Абсолютный мракоборец Из Гарри Поттера Борюсь Вот у нас Борис Да И собственно потому Здесь у нас директор Эрмитажа Что если уже совсем Значит Мрак начнет спускаться Тьма начнет окутывать То тогда он разгонит Своим светоносным мечом Но тем не менее Действительно Разные позиции Но это тоже мое представление Да У вас может быть другое Тоже по истории Вы знаете Я однажды Раскрою такую небольшую тайну Я однажды Спросил президента А какой царь ему Больше всего нравится Такой у меня был детский вопрос И он сказал Это была частная беседа Поскольку мы там Делали журнал Поэтому он сказал Знаешь говорит он Вот Екатерина вторая Мне нравится больше Кровищи меньше А дело больше Это текущий президент Да текущий Он не течет Он сидит Вот не надо Вот подбрасывать Текущий Действующий Действующий Да Не сидит Действующий Да 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 Нет Не сидит Сидит в кресле Я не имел ввиду Не забалкнувайте Я не имел ввиду Что вы имели ввиду Вот я Да Это у меня телефон упал У вас упал телефон Я все таки Сейчас возьму Немножко инициативу на себя Смотрите Мне кажется Что государство наше Во все времена Вот эту вот Мысль народа В целом О миссианстве Поддерживало И мало того Продвигало Я видела недавно Фильм На одном из федеральных каналов Вы были консультантом Господин Митинский Этого фильма И там шла Выдвигалась Теория о том Что народ Победитель Народ Освободитель Народ Выигравший войну Этот народ Вообще-то состоит из людей Люди очень разные Может ли быть так Что народ В одну сторону двигается А люди Из которых он состоит Их подвиг Их мысли Их Самовосприятие И самоидентификация Неким образом В большой государственной Культурной политике Не Принимается во внимание Я даже не знаю Что сказать Михаил Борисович Ну Народа Как вообще Не существует Маркобес Я говорю Господи Вообще Не существует Я сейчас не могу Точно вспомнить Я тут в кино Сам цитировал У Пастернака В августе Там идут толпой По одиночке И парами Так вот Толпа состоит Из одиночек И пар И все равно Вместе Они толпа Иногда они Пастернак не определяет К сожалению Сейчас нашу культурную политику Так наша культурная политика Определяется сверху И законами А еще документом Замечательным Замечательным документом Который Мы недавно разработали Все вместе И приняли Основу культурной политики Да Вот сверху Можете сказать Народ Он состоит Из массы Или это все-таки История про людей Который Человек Который не сдался в плен Человек Который смог преодолеть себя Человек Который спас Свою семью Намекается Что ответ очевиден Народ состоит Из граждан Из людей Вот Это В общем Народные действия Это всегда результирующие Каких-то коллективных действий Но при этом Есть активная часть населения Есть пассивная часть населения Говорить о том Что революцию делает народ Это историческая безграмотность Революция делает Больше Либо меньше Активная прослойка Потом Результаты этих революций Как правило Сказываются на каждом Но об этом Больше Либо меньше Прослойка Не думает Поэтому У нас Понятие Когда народ победил Оно появилось Наверное В то время Когда подчеркивалась Не роль личности В истории А подчеркивались Какие-то коллективные Коллективные усилия Меня пугает Что коллективные усилия В моду вошли Теперь опять Не понял вопроса Что Описание коллективных усилий И подвига Именно народа Не отдельных личностей Сейчас опять в моде И опять сейчас продвигается Совершенно неправильно Совершенно с вами не согласен Мне кажется Что Если мы возьмем с вами Историю Великой Отечественной войны Наверное вы этот фильм Имели ввиду Потому что Много об этом Писала В свое время Как раз Всегда брался Индивидуальный подвиг В качестве примера Для масс И раскручивался Именно так Появились в годы Великой Отечественной войны На волне пропаганды И Зоя Космодемьянская И Василий Зайцев И Матросов И Гастелло И там 28 панфиловцев О которых сейчас Питерские ребята Фильм снимают И многие-многие другие Это просто был ориентир Для массы Но при этом Просто история Тесное место В истории всегда хватает Места одному Двум Флаг над Берлином Над Рейхстагом Флагов было много Над Рейхстагом И даже та самая группа Егоров и Контария Как мы знаем Вообще-то их было трое Егоров и Контария Лейтенант Береста Да, об этом прочитать Не сложно Это написано в любой энциклопедии Просто в народной памяти Бересту забыли Он уже третий личный Уже оказался Осталось только Егоров и Контария Так всегда Сегодняшняя культурная политика Сегодняшняя в общем Пересмотра истории Ориентирована на кого У нас нет никакого Пересмотра истории Это фантазия Мы пытаемся Вспомнить историю И пытаемся Просто рассказать Правду Оценка истории Это всегда Исторический маятник Понимаете Вот в свое время Там был маятник В одну сторону Качался там В советские годы В частности В оценке Великой Отечественной Потом в 90-е годы В силу того Что хотелось узнать Что-то новое И этим злоупотребляли Зачастую В интересах Я не знаю чего Славы Известности Популярности Значит маятник Качнулся в другую сторону Теперь это Теперь это Выправляется Вот Ну Мне кажется Это нормально Пересмотра истории Нет и нет Алексей Алексеевич Вы так улыбаетесь Я конечно улыбаюсь Потому что Володя сказал Что маятник Значит был советский Потом он качнулся В сторону злоупотребления Знанием Услышите меня Злоупотребление Знанием Не передергивайте Я так не говорил Все слышали Ну как злоупотребление Я сказал Вы сказали Вы придумали Вот Злоупотребление Знанием Теперь он качнулся Обратно Куда В советскую позицию Правильно Давайте делать Единый учебник Мы это знаем Единственная правда Единомыслие Давайте только Не будем вычеркивать Салтыкова Щедрина Хотя бы На всякий случай Который про единомысли Уже все говорил Салтыкова Щедрина Мы любим больше Чем вы Алексей Алексеевич Ну к чему вы У меня просто Я больше Вы знаете Я женщин люблю У меня вкусы другие Чем Извините Салтыков Щедрин Как-то старый И мужчина Вот Поэтому Я не имел ввиду То что вы имели ввиду Да конечно Не забалтывайте Нет Не забалтываю Не забалтываю Нисколько Значит есть некий набор фактов Да И доступ к фактам Должен быть Интерпретация Дело другое Но когда у нас Не открываются А закрываются Архивы Те которые были открыты Указами Ельцина Они закрываются Да Просто Что такое случилось Что надо закрывать Какие государственные тайны Времен Петра Первого Какие государственные тайны Времен Гражданской войны Что случилось у нас Что случилось Вот это закрытие знания А дальше можно интерпретировать И конечно же Никто документы Извините Читать не будет Историю знают Сейчас по фильмам А молодежь еще По компьютерным играм Так это история Как музыка Как искусство А есть история Как наука Нет истории Как науки Это же фантазия Лучше по фильмам И по компьютерным играм Наверное Чем по разнарядке История замечательная С Александром Невским Мы все знаем Александра Невского Как? Только по фильму Из Эйнштейна Великому фильму А на самом деле Негодяй Предатель Изменник И если бы он жил Во время Великой Отечественной войны Он бы вместе с Власовым Висел Если бы его взяли в плен Потому что человек Который через Десять лет После того Как Батыя Это все сделал Становится побратимом Сына Батыя Режут руку Смешивают кровь Едет в Орду Получает ярлык Против своего брата Который поднимает Восстание Против монголов Это князь у нас святой Вот типичный пример Типичный пример Разного отношения К одной и той же истории Потому что Все отлично всегда знали Что такое Александр Невский Какой Александр Невский И что не Кто знал Ну все знали Только после фильма Только после фильма Все знали Какой он на самом деле А не тот Который в фильме Фильм он немножко другой Это действительно придуманный У Эйзенштейна Все фильмы между прочим Такие что Никакой Хороший Никак истории не имеют Октябрь Сейчас опять показывают Это другой разговор Это как раз Хороший пример История известна Это история Вообще политики Русских князей В связи с Ордынским Как Игом Который называется Это вот одна из Тоже один из стереотипов Который очень любит Использовать у нас В историографии всегда Сейчас примерно Ясно Есть нормальный взгляд Сочетала большая Громадная империя Золотая Орда Рядом были разрознены Русские княжества Совершенно другой Какой категории Извините Цивилизационной Там были громадные города Здесь брали дань И для того чтобы жить И просто жить в этой системе Были целые сложные схемы Взаимоотношений Ну вот Бургомистров тоже назначали Во время Второй мировой войны Починение Ну да Только потом Бургомистров вешает Ну так это не была Окупация иностранная Это был некий Иностранный контроль Ну примерно Как я не знаю Ну Американцы Города не брали Рязань не сжигали Москву не сжигали Владимир не сжигали Ну Москву сжигали Все многомногократно Нет Ну вот сейчас Сжигали Иногда сжигали Как мера устрашения Ну как американцы В Афганистане Примерно что-то такое Да И это была нормальная система Тогдашнего существования Больших цивилизаций Я теперь понял Почему Нарышкин Поклонился памятнику Чингисхана в Монголии Неделю назад Ну если Ну потому что Наш император Если ты приезжаешь В чью-то страну И там поклоняются Какому-то памятнику Нужно или не ходить туда Или поклоняются Наш император Я больше не понимаю Я вот Я слушаю Венедиктова Ну просто Наконец Значит Микал Борисович Разрешите Я продолжу Вашу мысль Значит На самом деле Если убрать Все эти эмоциональные Глубоко личностные Абсолютно субъективные Оценки Александра Невского Который дал Алексей Алексеевич В действительности Мы должны с вами понимать Что была Действительно Большая империя Очень хорошо организованная Эта империя Владела на тот момент Самой современной Военной технологией Армии Орды Не мог противостоять Никто вообще На тот момент Можно много говорить Об ее Эффективности Управления Гражданском Налоговом Кстати Эффективном Кстати О системе самоуправления Которое было Под Ордой На гигантских территориях Иначе бы Они не смогли Их контролировать Но то что Их военная машина Была абсолютная Это как Римский легион Не знаю Первого века Нашей эры И поэтому Да Поэтому Значит Было две модели Поведения На границах Этой империи Первая модель Объединенного Сопротивления Ее не могли Русские князья Не объединились На тот момент Не объединились И даже Великое Средневековое Европейское государство Украина Тире Русь Основанное По новейшим данным Владимиром Святым По указу По новейшим Да Согласно указу Порошенко Основанное Владимиром Святым Даже она Не смогла Ничего противопоставить Киев был Разграблен И сожжен Поэтому Александра Невского Как Трезвого политика Такой Реал политик У него было Две альтернативы Первая альтернатива Даже три Первая альтернатива Сопротивляться Как Рязанский В одиночку Быть неминуемо Раздавленным Сожженным А принцип Имперской войны Ордынской Был известен Уничтожали все Кто выше колеса То есть это Тотальное уничтожение Населения Своего всего Под ключ Второй принцип Примкнуть к западу И попытаться Сопротивляться Вместе с западом Пример был Даниил Галицкий В общем Закончил все это Весьма печально Запад дал корону Не дал ни одного Крестоносца Ни копейки денег Вот И где сейчас Великая Кстати Сильное было княжество Посильнее новгородского На тот момент И Новгородской земли И Он выбрал Третий путь Он балансировал Между востоком И западом Сохраняя свою Идентичность С одной стороны То есть он сохранил Веру Язык И самоуправление Он сам собирал налоги И только часть Это был такой Полувасцилитет Причем Михаил Борисович прав Я даже не полувасцилитет Он отдавал часть налогов И отдавал часть Людей Для совместных Военных походов Кстати Как и ордынцы Давали свои воинские части Для походов Александра Невского Такой был взаимный обмен При этом Походов на брата При этом При этом Он наращивал силы Поход на брата Был абсолютно обусловлен Потому что Малой кровью Он сохранял Огромную территорию Огромное население И он Всячески Отговаривал брата От бунта Как известно Всеми Возможными силами Поэтому Александр Невский Никакой не предатель И не власть То что сказал Алексей Алексеевич Мягко говоря Не соответствует Исторической действительности Не соответствует Нынешнему взгляду Историческая действительность Если мы судим По последствиям Каждого политика Надо судить Не по тому Что он делает В данную секунду А потому что Происходит через сто лет Вот благодаря Александру Невскому Мы имеем Великую Через сто лет Благодаря Александру Невскому Мы имеем сейчас Великую страну Сохранившуюся страну С огромной территорией Со значительным населением Иначе бы у нас Просто не было Если бы Александр Невский Вел другую Вы забыли Что все московские князья Его прямые наследники По прямой И не было бы Ни Москвы Ни России Ничего Поэтому Александр Невский Для нас Великий исторический деятель И великий дипломат Кстати Гораздо лучше дипломат Чем военный Как военный он победил В двух сражениях Одном небольшом Другом побольше А зачем вот эта Назидательность истории Задним числом? Никакой назидательности нет Это просто Реальная трезвая оценка Вот дайте мне Реальная трезвая По факту Два князя Два брата Приходят завоеватели Завоеватели Сжигают города Уничтожают твоих людей Один брат Поднимает восстание И призывает к сопротивлению Другой дает свою дружину Для подавления восстания Правильная семейная политика Что всегда Это чего такое Вот у нас герои Теперь какие Вот у нас какие герои Вы прекрасно знаете Что это все Не так Это вы прекрасно знаете Что это все не так Восстание Князя Андрея Было поднято Не в момент Прихода завоевателей А спустя Сколько лет? Пятнадцать Пятнадцать Значит к этому моменту Установилось равновесие Договорились о Налог Секундочку Договорились о О налоговых отчислениях Которые должны платить Об условиях жизни То есть пришли завоеватели Страна стала Выдавали ярлыки на княжение Кого надо казнила К тому сопротивлял Страна стала подниматься Чего? Секундочку И в этот самый момент Ребят понятно Горячая голова Сорок первый год Гостовский бургармистр Говорит Какой сорок первый год? Чтобы не сжигали Тысяча девятьсот Чтобы не сжигали ничего Я предупрежу Давайте поставлять хлеб Фашистским оккупантам Давайте платить им налоги Кто пойдет в партизаны Того истребим Чтобы не дай бог Не подвергнуть Наше село разграблению Это что такое? Это вот у нас герои Такие теперь? Вот это и есть Фантазия на фантазию Понимаете? Вот это и есть Русские сказки Я собственно как раз Об этом и хотела поговорить Но Я даже спорить здесь не буду Конечно что-то спорить Но просто смешно Понимаете? Тоже говорит Венедикт А вот и смеются люди Правильно Смешно Да-да-да По-моему не очень смешно На самом деле Потому что мне кажется Что каждая новая власть Переписывает историю Так чтобы ей было удобно Заниматься пропагандой Заниматься В своих целях Обучением граждан Их просвещением На свой влад На свой вкус Михаил Борисович Вы переписываете историю? Я не переписываю Я не переписываю История развивается Во-первых есть история Все-таки наука История публицистика Она все время меняется Потому что меняются оценки Вот например Владимир Родисович От нас все время требует Количественных оценок Там сколько людей Пришло в музей И что-то А мы все время Вставляем туда Другие оценки Качественные Качественные А результат Это на самом деле Главное Лучшее планирование По результату И он смотрит результат И вот все результаты Там Александра Невского Всех этих Они все-то князья были такие Какой результат Один из результатов Что в России Сохранилась Русская православная церковь Потому что Татары-то умные Они с митрополитов Налоги не брали И с ними прекрасно Общались И все получалось Будь другой вариант Не было бы ее Хорошо это или плохо Это каждому судить И каждая эпоха Вот эти результаты По-разному оценивает Что произошло Время уходит Меняется Сейчас Власов Это там все Все понятно Александр Невский тоже А вот как у нас Вот у нас Есть такой герой Шведского народа Карл XII И есть Петр I Мы делали выставку Про Карла XII И Петра I Время отошло Это два эпических героя Мы вместе со шведами Сделали прекрасную выставку Мы носили цветы Карлу XII Они поклонялись Петру Хляхли Объясняли Что им очень повезло Что Петр победил Карла И все очень хорошо Или что нам хорошо Теперь вот у нас Мы такие готовим Выставки с турками Тут турецкий посол У нас был про Знамя из сорокамышек Говорит Не надо ли отдать Сказали давайте Мы сделаем опять выставки И покажем знамена У вас есть наши знамена У нас ваши знамена Все посмотрим И вот это и есть История Которая частично Фактическая Частично ее объяснение И которая должна Людей мирить И в этом вот История как публицистика Должна быть Скажите а в условиях В общем стремительной Изоляции России Как вы себе представляете Такие мероприятия в будущем Ну я не вижу Никакой стремительной Изоляции России Не видите Я вот сейчас К сожалению Вот я не смотрю на часы Должен улететь в Оман В городе Маскатис Дается новый Национальный музей Я член Упобедительского совета А через две недели Оттуда здесь человек Приедет на стажировку В Эрмитаж Как работать С публикой в музее Да А потом полечу В Лондон Встречаться С специально Британскими бизнесменами Деятелями культуры С которыми будем решать Как в этих условиях Не Сделать так Чтобы не было Культурной изоляции А потом Соединенные Штаты У музея страны Проблем не прибавилось У нас всегда полно проблем Проблем от всего Все проблемы Которые сейчас Изоляции У нас были и раньше И два года нет Выставок обмена Соединенными Штатами Потому что они Не дают гарантии Теперь постараемся Будем встречаться Все-таки придумаем Музейные какие-то варианты Гарантии Чтобы были То значит Говорят Манифесту нельзя проводить В эту страну Нельзя ездить Потому что там То-то Объяснили Что это идиотизм Я В последнее время Единственное что изменилось Я несколько раз Приходил В последние годы Говорят слово Идиоты И я обычно Его так не употребляю А теперь стал употреблять Это про нас с Мединским? Нет Это про тех Кто Не имея на то Моральное право Судят о том Что можно А что нельзя Делать Вот и поэтому Конечно их много Но мы все время Есть всегда изоляция Есть одна вещь Про Советский Союз Вы говорите Там возвращение Советский Союз Тут очень важная вещь Историческая Вот ничто никогда Не возвращается В свое время Опять мы любим Мусульманские темы Когда начались Там всякие Мусульманские дела Фундаментализм Все говорили Вот Это вот Возвращение Средневековья Жуткое Безумное Все это Средневековье Оперирует Новейшими Техниками Новейшими Технологиями Собирания денег Грантов Мейллистов Новейшими Технологиями Компьютерами Это совершенно Новое явление Все явления Новые Никаких возвращений Не бывает И Тем более Нужно Помнить еще Второе Но это тем Кто хочет И вернуться Прямо туда Не вожа Можно вернуться Знаменитая песня Битлз Я про это писал Back in the USSR Она была пародией На Песню Back in the USA Чака Берри То есть Вот это уже была пародия Так что Всякий Back in the USSR Это всегда пародия Поэтому И этого не будет Этого не может В нашей истории А то что Россия всегда там В своем сознании А это в сознании Прыгает между Европой и Азией По большому И между Европой и Азией Между Коллективизмом Общинностью И индивидуальностью Отдельного рыцаря Или князя Которые там Сдружили Вот тут Всякие Все время Переетим Сейчас кстати говоря Модно Изучать в истории Повседневную жизнь Вот это такое На самом деле Соединение Отвергаются Великие личности Правильно Но при этом Отдельный человек Учитывается И вот это получается Вместе И не теряется Ни отдельный человек Общая история В этом смысле Последние книги Про блокаду Очень интересно Это инициатива снизу А массовый герой Это инициатива сверху Ну инициатива сверху Это уже другое дело Так историю не имеет Они сегодня действуют Завтра не действуют Ну понятно Пресса существует Для того чтобы И все средства массовой информации Чтобы проводить Так сказать Грубо говоря Оболванивать людей Промывать мозги Ну и понятно Кому промоются Кому не промоются Кому промоются Кого есть мозги Тому промоются А у кого нет Можно личный вопрос Или наоборот Я задам вам личный вопрос Я читаю ваше интервью И все время думаю Вот о чем Блестящий ценитель И историк искусства Фанат И сердце Эрмитажа Не в первом поколении Вам тяжело Руководить музеем В условиях Постоянно меняющейся Повестки Политической повестки дня Вот вы знаете Мне вообще тяжело Руководить музеем Это тяжелая работа Но повестка Политическая дня У нас на Дворцовой площади Не меняется Последние 250 лет Спасибо большое Я кстати Тоже хотел добавить Что конечно Никакой изоляции Точно так Абсолютно никакой Изоляции В сфере культуры нет У нас Каждую неделю Проходят Большие международные Мероприятия К нам постоянно Приезжают Руководители культурных Ведомств Всего мира И Европы И Евросоюза И Я уже не говорю про страны Азии Африки И Латинской Америки И Вот Буквально вчера Несмотря на то Что польское правительство Официально Продекларировало Отмену Года культуры Польши и России Только вчера Мы утвердили И согласовали План культурных обменов Между Россией и Польшей Потому что Польским культурным Институциям Театрам Музеям Кинофестивалям Им абсолютно Честно говоря Наплевать на решение Польского правительства И они Откровенно над ними Издеваются И говорят Что там Что бы там В Варшаве не решили Нам выгодно И удобно И полезно Взаимодействовать С русскими культурными Институциями С нашими музеями Наши бы поехали Вот так Наши туда Так слушайте Наши туда и едут Я просто рассказывал Что Наши театры Наши театры Ездят в Польшу Польские театры Ездят к нам Причем Они там находятся Финансированные Только не в среде Как бы не из Бюджета Польши Бюджет воеводства Или какие-то частные фонды Они все равно поддерживают Бюджеты муниципалитетов Сами театры А кто к нам уж точно не приедет Это международные Из разных стран Документалисты Потому что Крупнейшего и лучшего Документального фестиваля В России больше нет Ардукфеста И он не существует Не сам по себе А потому что у него Прекращено финансирование Я думаю что этот вопрос Многие бы хотели вам задать Но задам я Потому что Немного имеет отношение К документальному кино И мне обидно Во-первых Не крупнейший Во-вторых Лучше Это ваше оценочное мнение Многие документалисты Видные с этим Не согласятся Кто? Вам огласить Вес Ну хотя бы кого-то Назовите из крупнейших Давайте Не будем переходить На личность Потому что тогда получится Что я кого-то Ссорю с Манским Хорошо Это будет нехорошо Вот Я могу сказать лишь одно Что после решения Министерства Мы кстати Многие мероприятия Финансирование Ограничиваем Уменьшаем Либо увеличиваем И расширяем Это такой живой И естественный процесс Но после конкретно Распиаренного Самим этим Не буду называть фамилию Режиссером Отказа в госфинансировании Во фестивале Сделано по многим причинам Которые я уже неоднократно Называл У меня вот пальцев Всех рук И даже ног Не хватит То есть это не решение Минкульта было О прекращении финансирования Решение Минкульта То есть не он отказался А вы отказали В финансировании Ну да Он обращается Режим Стандартный Он обращается За грантами Заявка рассматривается Фестивальной комиссией После чего Принимается решение Так вот Я скажу Сколько людей Мне позвонило И сказал Ну наконец-то Вы это сделали Поэтому насчет того Что Мир документалистов Един Это неправильно Никакой мир не един Но стоит ли закрывать Фестивали хорошие Хороший фестиваль И плохой Это субъективная Нет Подождите Минуточку Есть критерии Международное представительство На фестивале Есть критерии Международное представительство На выставке Есть определенные критерии Того Кто приезжает Сколько фильмов Сколько стран Как это люди смотрят Давайте вот так рассуждать Государство является Одним из соинвесторов Какого-то культурного мероприятия В том числе И данного частного фестиваля Это абсолютно частный фестиваль Принадлежащий частным лицам Частное мероприятие По причинам Которые я многократно объяснял Уже не хочу это делать В десятый раз Мы сказали Что соинвестировать данное мероприятие Далее мы не намерены Захотят сами проводить Пусть проводят И у них не будет проблем Конечно Не малейшим Проводите мероприятия Сами за свой счет Привлекайте инвесторов Не малейший проблем Мы не чинили никаких препятствий Проведению этого фестиваля В прошлом году Он проводился Насколько я знаю По-моему и в Москве И в Питере Скажите Кстати хочу сказать вам Что в целом Министерство культуры поддерживает Около 70 фестивалей Только на федеральном уровне И опять же Список постоянно меняется Что-то в него добавляется Что-то убавляется Просто один такой шумный попался Хочет денег Организовав на государство Общественное давление Это не хорошо На государство должно быть Общественное давление Вот как раз общество Должно давить на государство Своих интересов Вот хорошо Так это же хорошо Вот тут только есть вопрос Есть государство Есть государственный аппарат Это две большие разницы На кого давить? На Вединского Ну вы знаете Я скажу вам честно Что за время работы В министерстве культуры Для меня уже столько давили По поводу любого Любого из принятых решений Причем зачастую Это давление перерастает В давление на семью В давление на детей Понимаете Я уже отношусь к этому Достаточно раскованно И многие из этого К сожалению Многое здесь упирается Просто в банальные деньги То есть ничего будет В личный вопрос Как вы считаете Вот вы себя Как оцениваете Вы человек Который определяет Культурную политику страны И руководит культурной политикой страны Или все-таки Вы занимаетесь Обеспечением того Чтобы культурная политика В стране нормально себя чувствовала Чтобы было свободно В области культуры Чтобы люди культуры Могли заниматься Своим делом То есть вы им Патроны подносите Что называется Культурная политика Определяется документом Который называется Основой государственной культурной политики Вы себя Как вы оцениваете Вот И наша задача Это исполнять Тот документ Который принят Утвержден президентом Кстати Принят после долгого Долгого обсуждения Там было тысячи версий Как вы знаете От этого документа Там миллион предложений И в конце концов То что появилось Оно есть Избалансировано Ну ничья Действительно Не самая плохая Да Я считаю Что она самая хорошая Вы ее принимали Конечно Просто самая хорошая Там нет крайностей Но там очень четко Прослеживается Что такое хорошо И что такое плохо Вот должны Должны ли вы это говорить людям Минуточку Наша задача заключается в том Чтобы эту культурную политику Проводить Вы считаете Что это нормально Проводить культурную политику Это правильно У нас Вот мы как министерство Отвечаем за проведение Государственной культурной политики В соответствии с теми документами Которые утверждены Утверждены основы Государственной культурной политики Скажите вы Ну я как то Что такое хорошо И что такое плохо Это все таки к Михалкову Наверное старшему Или не помню к кому Маяковскому Маяковскому Спасибо да Спасибо я человек не культурный Мне легко говорить Нет я не культурный Мне очень хорошо Но я должен быть Самый не культурный В этом зале Должен Вот это я Но это удивительная история Потому что каждая религия Начиналась как ересь Как известно И каждые великие произведения Направления в культуре Начинали как ересь Как плохо И если бы Тогдашние министерства культуры При там Не знаю Карле Лысом Или там Я не знаю Каком нибудь Императоре Фридрихе Геншталфене Определяли Что вот Вагнер Это плохо Потому что это ново Непонятно Сумбур Вместо музыки Никакого бы Вагнера бы не было Если бы правительство Говорило Вот Вагнер Это плохо Или Штраус Это плохо Правительство Я имею ввиду Они не определяли Что такое И не должны определять Чиновники Правители Что такое хорошо И что такое плохо В культуре Еще раз повторю Потому что Возникновение нового В культуре Это ересь Как в религии Великие религии Возникали как ересь Великие направления В культуре Возникали как ересь И тогдашние министры культуры Говорили Это плохо Непонятно Малевич Это плохо Импрессионисты Это плохо Достоевский Это плохо Выставка передвижников Это вообще кошмар Это Малевич говорил Что Шагал Это плохо Малевич не был Министром культуры Даже во время революции Да Тогда Шагал Был министром культуры Видевска И он его сваливал Про министра Можно говорить Что плохо Понимаете А про художника Можно говорить Что непонятно Поэтому мне этот подход кажется абсолютно неправильным. Почему я, собственно говоря, политику не Владимира Ростиславовича называю мракобесом, он человек европейски воспитанный и даже немножко пират. Правильно? Правильно. Вот, молчит. Поэтому, ну вот политика действительно мракобесная. Я не понял, пират, пират это тот, кто скачивает, не заплатит. Это прекрасно вообще. Я пират полный, а он юнга. Нам бы надо было обсудить запрет копирайта в культуре. Это важнее, чем государственная политика. Но на самом деле, как раз, я заканчиваю. Когда я говорю мракобесная политика, я как раз говорю о том, что политик, пришедший к власти или получивший поручение президента, или аппарат, неважно, или замминистра, берет на себя решать, что в культуре хорошо, а что такое плохо. Мракобесие от консерватизма отличается тем, что мракобесие запрещает. А консерватизм стимулирует развитие консервативных ценностей. Это принципиально разный подход. Поэтому плохо – это мракобесие. И не было бы у нас никакой культуры, если бы там со времен Карла Великого он бы этих сжигал бы книжников, потому что плохо. Ну, может быть, в Министерстве культуры закупили талантомометр, и теперь всех будут милить по таланту. Алексей Алексеевич – талантливый полемист. Ну, наконец-то признал. Не прошло и 25 лет нашего знакомства. Талант. Потому что вот этот классический, чему учат на первом курсе ораторского искусства, Алексей Алексеевич овладел этим совершенствами, начинает выдвинуть тезис. Пять баллов. Обвинить в этом тезисе оппонента и разоблачить его в этом. Получилось же, эффективно же. Блестяще, блестяще. Поясню теперь. Все, чем полемизировал Алексей Алексеевич, это он сам с собой полемизировал. И с тем умозрительным мракобесом, каким-то, я не знаю, коллективным победоносцем, которого он себе придумал. Вы хотите сказать, что вы не мракобес? Нет, я хочу сказать, что когда я сказал, что такое хорошо и что такое плохо, имелось в виду, что в документе написано, что развитие культуры, государственная поддержка культуры является важнейшей функцией государства. То, что развитие культуры – это жизненно важная вообще вещь для общества. И культура гораздо более широкое понятие, чем совокупность культурных учреждений, институций. Существует там, не знаю, ну просто культура-то намного шире. Это, по сути, поглощает в себя и вопросы просвещения, и вопросы средств массовой информации во многом и так далее. А плохо, если государство не будет поддерживать культуру, не будет уделять этому внимания и прочее. Никто не берет на себя оценки, никогда не берет на себя оценки, решать, что хорош Малевич или плох Шагал. Подожди минутку, только что в Синах Министерства культуры вышел целый список фильмов, которым вы забираетесь давать деньги. То есть, героика борьбы с коррупцией. Есть актуальное искусство, так сказать. Я не буду здесь отнекиваться, я в актуальном искусстве не понимаю. Не понимаю и, наверное, его не люблю, хотя, может быть, и должен по должности это делать. Ну вот не люблю. Вот сейчас все представители актуального искусства вздрогнули, потому что в ближайшие тысячи лет не включаются. Но проходят манифесты в Эрмитаже. И с большим успехом. Более того, я прошу обратить внимание, что манифесту в Петербурге оплатило правительство Петербурга, которое считается уж совсем, как бы, таким, значит, консервативно, он консервативно. Абсолютное решение правительства Петербурга, это были деньги правительства Петербурга. То есть, не федеральные? Эрмитаж является федеральным учреждением. Наши деньги, это федеральные деньги, а то правительство Петербурга, то есть, все... Это вообще вопрос денег. В общем, мы не берем на себя вопрос решать, что такое хорошо и что такое плохо. Мы считаем, что в целом задача министерства это поддерживать развитие культуры. Вообще, через 10 минут вы сказали, что документ как раз о том, что такое хорошо и что такое плохо, а теперь вы говорите, что министерство не берет нас. Я вам еще раз рассказал, что культура – это хорошо, а без культуры – это плохо. Упростил. А, вот оно как. Хорошо, вот документ, вышедший в стенах министерства культуры. Какие фильмы вы будете поддерживать? Героика борьбы с коррупцией, позитивные примеры. Вот это все, это же и есть оценочные категории. Это же есть вот этот мне фильм нравится, этот сценарий мне нравится, я ему дам денег. Рассказать, как это делается? Расскажите. Раньше механизм получения господдержки был следующий. Абстрактные заявки сдаются в черный ящик министерства, там они где-то варятся в среде аппарата, откуда приходит решение, ваша заявка поддержана или ваша заявка не поддержана. Как принимались решения, никто не знает. Там какие-то были закрытые рассмотрения чиновников. Мы, начиная с позапрошлого года, ввели довольно открытый, понятный механизм. Во-первых, заявляются темы, которые так называемые приоритетные темы. Борьба с коррупцией. Вот приоритетные темы опубликованы. Ну, это нормально. У нас не бездонное количество денег. У нас денег довольно ограниченное количество. Поэтому мы говорим о приоритетных темах, которые будут рассматриваться в идеале. В первую очередь, борьба с коррупцией, национальный вопрос, семейные ценности. Ну, там, если есть праздник какой-то, к 70-летию победы. Далее, сдаются эти заявки. Они могут быть на эти темы, могут быть не на эти темы. Происходит публичная защита проектов. Публичная. Под камерой. Вообще, в прошлом году, по-моему, Россия 24 эпизодами транслировала, а некоторые телеканалы просто онлайн. Публичная защита проектов. После этого открытое голосование. То есть, каждый член экспертного совета, там несколько экспертных советов, по игровому кино, по детскому кино. Фамилии все опубликованы, по документальному кино. Каждый голосует. И по итогам этого голосования принимается решение, какие проекты поддерживаются, какие нет. Но это финансирование идеологии все-таки, а не культуры. Нет? Нет. Я вам рассказал, что мы закрытый и коррупционно емкий механизм поменяли на открытый и некоррупционный. Потому что в этом случае, когда у вас 25 членов комиссии, вы просто замучаетесь с кем-то договариваться с кем-то. Это невозможно. Идет открытая презентация. Слабый проект, презентуемый открытый. Слабый идеологический проект? Слабый проект творческий, художественный и так далее. Который не готовый проект. У нас был, например, один проект в рамках темы. Я не буду называть его, он довольно известный. В рамках темы, посвященный истории Великой Отечественной войны. Он четыре года подряд, или три или четыре года подряд, начиная еще с предыдущего министра культуры, каждый год проваливается. Потому что он очень слабо представлен. Там все время меняется режиссер, все время меняется команда, там нет софинансирования, там масса профессиональных недоработок. Вот он идет в рамках темы. Но он четыре года подряд финансирование не получает государственного, потому что он не готов. Алексей Алексеевич, а вам не кажется, что это тоже один из элементов русской сказки, когда Министерство культуры определяет то, какие фильмы будут снимать документальные или художественные, и что мы увидим, и какие темы будут освещены, какие темы получат финансирование? Можно я встряну? Да, конечно. Русская сказка будет существовать всегда. Она существует, записал их Афанасьев, не записал их, публиковал, например, там «Газпром», «Толстый том русских сказок» или нет, она все равно существует. Не надо на наш «Газпром», не надо. Ой, извините, я имел он «Газпромбан». Я тут мелкий «Газпромовский менеджер». Неважно, публикуется, они все равно будут существовать. И культура точно так же существует, и фильмы снимаются, и хорошие фильмы все равно будут сниматься. Даст на них деньги Министерство культуры или не дат. То есть, как водится вопреки? Это не вопреки, потому что культура – это шире, чем Министерство культуры. Культура – это самая важная часть функционирования общества, то, что отличает нас, людей, от животных. Все культура, мы культура. На что-то есть деньги, на что-то нет. Сакуров все равно будет снимать кино, дадут ему деньги. Да, только последние фильмы Сакурова не переведены на русский язык, никто их здесь никогда в жизни не увидит. А вот это другое дело. Они мало талантливые. Вам объяснили. Это очень серьезно. Это никакое отношение имеет Министерство культуры. Это имеет отношение к публике. Фильмы Сакурова… А эта публика переводит сама в фильме Сакурова на русский язык? Та публика, которая понимает Сакурова, им переводить не надо. Так, Фауст, например. Так и титры сделать. А в широком, это у нас мы, к сожалению, а это одна из важнейших проблем на самом деле в культуре мировой и в музейной. Это публика, мнение публики, террор публики, диктат публики и так далее, и так далее. Это обсуждается во всем мире. Это тоже публика. Вот они не воспринимаются. Ни одно телевизионный канал не берет Сакурова, если не сильно не договорится, потому что там рейтинги и все остальное. Поэтому все не так просто, что вот министр, не может министр запретить что-нибудь сильное. Вот оно все равно выскочит. А вот это сильное может потом оказаться невоспринятым публикой России. У нас в Петербурге мы сочетали точное количество людей, которые интересуются и понимают современное искусство. На выставке братьев Чапанов, которая была блестящая, со скандалом, все как надо, и были отдельные билеты. 15 тысяч человек пришло. Теперь после манифеста у нас примерно будет 50 тысяч человек на город в 4 миллиона. А туристов сколько? Это плохо. Ну при чем здесь туристы? Мы живем не для туристов, это тоже очень важная вещь. Туристы тут ни при чем. Мы живем для своих, и вот тут цифры бывают по-разному. Поэтому все не так просто. А маленькая реплика сейчас... Я слышу шум и ропот. Значит, через 5 минут будут вопросы. Микрофон. Где микрофон? Вот здесь. Подходите прямо к микрофону, и вы сможете задать свои вопросы и шуметь. Пройдите, да. Я просто так не прыгну к вам. Пройдите, пожалуйста. Я вас очень прошу. Я хочу просто небольшую реплику. Вот сейчас в современной политической науке последние 5-6 лет выкристаллизовала следующая история. Не российская, а мировой. Что время лидеров, которые говорили вперед, прошло, должны появиться лидеры, которые должны говорить за мной. Это к вам. Потому что если просто идти за вкусами публики, за вкусами большинства, вперед, и отражать только большинство, это катастрофа. Я не знаю про культуру. В политике это катастрофа, это потакать самым низменным качеством. Потому что о пассивном в большинстве говорил Владимир Александрович. Он прав. И масса людей не задумывается. Поэтому требования лидеров, которые скажут, идите за мной, я буду впереди вас. А я не буду вас вперед толкать, а идти за вами. Вот туда указывать. А сам пойду первым. Вот это в политологии, в политической науке сейчас обсуждается во всем мире, в главных институтах. Почему так случилось, что эти лидеры пропали? Посмотрите на этих лидеров мировых. И я думаю, что в культуре, мне так кажется, та же самая проблема. Конечно, министерство распределяет, или там не министерство, а какие-то органы распределяют государственные бюджетные деньги. Ну, есть бюджетные деньги земель, есть федеральные, есть муниципальные и так далее. Но при этом я согласен, как ни странно, с господином Петровским, что вот то, что публика терроризирует, терроризирует культуру, потому что ей нужно сейчас быстро, дискретно, клипово. И это объективная история, она есть. Но как этому придать культурный фон, вот о чем надо думать, а не просто сидеть на ящике с деньгами и давать там социально близким или социально далеким, или тем, кто кажется сильнее, или тем, кто кажется слабее. Кстати, вот как бывший школьный учитель, я так за 20 лет и не понял, я должен рассказывать параграф так, чтобы самый слабый ученик понял, или самый сильный. На кого мне на скорость понимания ориентироваться, когда в классе 30 учеников. Так вот, культура это то же самое. Там сейчас слоями надо действовать, а не просто дать вот самым таким, который кажется хорошим, на мой взгляд. А как вы на Эхимоску такую проблему решили? У нас есть программы, которые называются клубные, то есть куда приходят люди, которые знают, зачем они приходят. Есть программы, которые образовательные, там мы специально снижаем уровень речи, потому что понимаем, что надо мериться и по последнему верблюду тоже, не надо отсекать. Есть программа, где мы специально усложняем темы язык для тех людей, которые уже там внутри. То есть это селективно. Мы до этого дошли лет 5 назад, а до этого мы делали все для всех, по последнему верблюду. Но тем не менее, раньше считалось, что Эхо Москвы это свободолюбивая радиостанция. Она свободолюбивая, любое медиа должно быть свободолюбивая. Мы очень любим свободу, и за свою, и за чужую, и за вашу, и за нашу свободу. Но у нас же есть программы. А теперь считается, что и основная претензия к Эхо Москвы, что Эхо Москвы радиостанция подстраивающаяся. Конечно. Мы подстраиваемся под тех, кто нас слушает. Мы подстраиваемся под террор публики, безусловно. У нас есть такие публики. Только у нас разная публика. Не какого-то отдельного человека, а публики. А у нас этот человек слушает. Но мы не печатаем правду в одном экземпляре. История в том, что когда вы включаете радио, любое радио, это самое демократичное, вы не знаете, кто в этот момент случайно его включил. Вы не знаете ни объем образования, ни весь бэкграунд. Вы не знаете, в этот момент слушает ли вас министр культуры или не слушает. Вот в этот момент конкретный. Вы просто делаете программу с представлением о том, что вас слушает в Москве 900 тысяч человек. Вот этот час, но вот этот час посвящен, скажем, образованию. И здесь надо, чтобы пришло больше не родителей, а учителей. Тогда мы усложняем проблему. Это все тонкая настройка. Поэтому я говорю, что в культуре, которая, конечно же, более широкое понятие, вот эта настройка должна быть, а не линейность, не секториальность, просто вот только хорошим, давайте дадим деньги только сильным, слабые пусть сдохнут. Или наоборот, давайте деньги только слабым, чтобы они поднялись до сильных. Как решить эту проблему? А денег, он сидит на мешке, а мешок ограничен. Алексей Ильич, я тоже вас прошу, у меня личный вопрос. Вот вам не страшно в том смысле, что вам приходится все время искать вот эту точку, на которой вам будет хорошо, стабильно? Вот эта точка, вот она, понимаете, я на ней сижу, пятая, как у всех. То есть вам приходится чем-то жертвовать, чем-то рисковать, чтобы оставить радиостанцию, сохранить коллектив? Я не так считаю. Я считаю, поскольку мы тоже, как я думаю, явление культуры в широком смысле этого слова. Я ровно поэтому и спрашиваю. Никогда не знаешь, на чем сломаешь шею. Поэтому об этом думать не надо. Несколько месяцев назад был президент, когда можно было. Да, абсолютно, вот в голове нет, просто никогда не знаешь. Поэтому надо перестать бояться. Какое-то время боялся. То есть вы не боитесь, правда? Я ничего не боюсь. Что мне бояться? Подпоясался и в другую деревню, перешел улицу и сел на радио Шансон. Вот такое радио будет. Чего, ей-богу. Или на авторадио еще, не дай бог. Вот, поэтому я не боюсь, но я просто понимаю, что публика разная. И что случилось сейчас в связи с украинской войной, чуть немного, хотя мы договорились о политике, не говорить, чуть немного. У нас, мы потеряли приблизительно в этом году 10% радиослушателей в Москве, потеряли и съехали с третьего на пятое место среди 54 радиостанций. Потому что в условиях всеобщей нетолерантности, скажу я толерантненько, а на самом деле психоза, люди не хотят слышать то, чего они не хотят слышать. Они просто не хотят слышать. Вот это они не хотят слышать, вот этих радикалов не хотят. Вот тут они не хотят слушать Шевченко и Лимонова, а тут они не хотят слушать Альбац и Каспарова. Не хотят слышать. И мы потеряли 10%. Сейчас вернулись, может быть, другие люди. Но мы понимаем, что публика от нас требовала, и ты продолжаешь требовать. Нет, только либеральную точку зрения. Нет, не надо либералов, а не пятая колонна, только государственную точку зрения. Почему у вас так мало государственных? Послушайте, мы представляем из себя универсал. Вот как библиотека. Вот вы зашли и выбрали нужную книгу. Никто вам говорит, берите все книги и читайте. Берите все передачи и слушайте. Берите все явления культуры, все фильмы и смотрите. Выбирайте. И наша задача создать, вот мне кажется, и, кстати, это культура тоже. Так же, как делать, слушайте, в Эрмитаже какое-то современное искусство. Да поганый метод. Она была, да, в 18 веке была современная искусство. В 20-м, когда был Пикассо в Эрмитаже, то криков было куда больше. Во, во, я ровно про это. И крики были от публики. Мне кажется, что культура – это создание площадки, пространства, где каждый входит и находит то, что ему почему-то сейчас кажется интересным, важным. Завтра ему другой оказаться будет. Он просто повернется внутри этой площадки и туда. И не смотрят Сокурова. Будут смотреть Сокурова или не будут смотреть Сокурова. Но те 15 тысяч человек, которые пришли на выставку, вы 15 тысяч людей сделали вот это дело. И надо делать и миллионы, и 15 тысяч, и все люди. Наверное, у меня последний вопрос. Владимир Иславович, не считаете ли вы, что Министерство культуры, как, собственно, флагман культурного пространства, если уж так, в государстве? Давайте мы их стравим. Так кто у нас флагман культурного пространства? Эрмитаж или Министерство культуры? Давайте стравим их немножко. На нем, в общем, лежит ответственность за уровень агрессии. И кому, как Министерство культуры, сейчас, вместо того, чтобы выбирать из чего-то, что, возможно, прославит или увековечит вас через сто лет, заниматься тем, чтобы сейчас мы начали с громкого и чудовищного убийства, чтобы сейчас уровень агрессии в стране был ниже, потому что понятно, что все всех ненавидят. И уже ни о какой культуре речи не идет. Речь идет о том, чтобы не начали люди бросаться друг на друга в метро и душить друг друга. Ну, собственно, все, что мы делаем, делается именно с этой целью. Я ведь могу сейчас долго, часами вам рассказывать о том, какие у нас программы по поддержке классической музыки. Но они же не работают, понимаете? Это вам так кажется, что они не работают. Как, понимаете, я захожу в метро, и люди злые. Значит, они не работают. Ну, слушайте, я вам... Значит, я вам могу сказать, насколько увеличилась за последние несколько лет посещаемость музеев в стране. Насколько за последние несколько лет увеличилась посещаемость театров. Вот только за один, четырнадцатый год на 18%. Сейчас в связи с кризисом билеты будут дорогие, и она упадет. Давайте подождем и посмотрим. Я могу сказать, насколько увеличивается посещаемость отечественного кино, несмотря на не самые простые времена. Правильно? Если вообще запретить западную, так она вырастет в разы? Ну, западную никто не запретил и даже никак не ограничил. И тем не менее, поддержка отечественного кино, посещаемость отечественного кино растет в последние годы. Я могу вам сказать о том, сколько призов на международных кинофестивалях получили в прошлом году отечественные кинофильмы. И это, наверное, самый лучший показатель за последние лет десять. Но Оскара не получили. Ну, Оскара не получили. И что? Я, например, не считаю, что Оскар является мерилом таланта. Оскар – это национальная американская премия. Устраивать такую свистопляску вокруг получения национальной американской премии в странной категории «Лучший фильм на иностранном языке» я бы вообще не стал. Ну, мы уже с вами не сошлись по значимости фестивалей в культурной жизни мира. Ну, вот видите, вы считаете, что Оскар является... Нет, я не считаю, что Оскар является... ...высшим критерием оценки гениальности режиссера и авторов. А я так не считаю. Я считаю, что Оскар является просто наиболее раскрученным брендом среди кинофестивалей одной из национальных премий. Кстати, с большим пренебрежением, относящийся к неанглоязычному кино. Вот в этом отношении другие фестивали, как, например, Каннский, значительно терпимее и шире. Поэтому я могу долго рассказывать про детское музыкальное образование, про развитие хоров, пение. Это же программа, да? Это идея, но они, видимо, не работают. С чего вы взяли, что это не работает? Это недостаточно работает, да. У нас нет всеобщего счастья и благоденствия? Нет. А когда оно было? В 1913 году или во времена Владимира Красного Солнышка? Или 250 лет, когда основали Эрмитаж? Никогда этого не было. В какой стране мира это есть? Я уже не хочу, там сказать, вести дискуссию на уровне, там, там, а у них негров вешают, понимаете? Ну, может, негры президенты, подожди, вешают. А то, может быть. Ну, кое-где убивают президентов и кандидатов в президенты, так, между делом, вот. А не только... Хотелось бы говорить о нас. А не только отставных политиков. Но поэтому... И это все трагедия при этом. Поэтому, ну, всеобщего благоденствия в мире нет. Но справедливости ради оппозиции не значит отставной, да? Он несовершенен. Но это не значит... И нас бесполезно сталкивать с Эрмитажем, потому что у нас невозможно. Я даже не пыталась. Мы делаем, вот, питает профессиональный провокатор Венедиктов. Нет, нет, я просто считаю, что важнее, Национальный музей или Министерство культуры? Вот вся история. Я считаю, что... Что является символом страны, что является символом культурной политики. Просто Катя сказала, что это Министерство культуры, а я считаю, что Эрмитаж... Опять провокация. Какая провокация? Опять провокация. Жизнь – это провокация. Дело в том, что... Эрмитаж, к сожалению, не раздает денег на нравящиеся ему проекты. А Министерство культуры раздает. Вот поэтому... Эрмитаж в рамках своей компетенции точно так же финансирует те проекты, которые считают нужным. И соучаствует в этих проектах. Потому что Эрмитаж является федеральным государственным учреждением культуры. И его невозможно оторвать от министерства. Мы как сиамские близнецы. Министерство не может без Эрмитажа, Эрмитаж не может без министерства. Эрмитаж может без министерства. Мне кажется, что Эрмитаж протягивает. Мне, конечно, извините. Вот это вот абсолютно. В рамках... Михаил Борисович. Нам не нужно без министерства. Нам не нужно без министерства. Очень иезуитски. Нам не нужно без министерства. Давайте к вопросам перейдем. Сейчас, смотрите, вот там целая очередь. Я постараюсь. У Екатерины не было министерства. И тогда музей находящийся... Я думал, что у меня уже чего-то нет. Коллекция, находящаяся в Зимнем дворце, финансировалась из госсредств по другому принципу. А потом возникли системы министерств. Вы знаете, как историк. При Александре Первом. Было министерство просвещения, введение которого находились библиотеки, дирекции императорских театров. Еще было министерство двора, которое тоже софинансировало. Как и сейчас управделаем президент. Финансирует Кремлевский дворец сиестов, например. Мне неловко было ставить вопрос о нужности или ненужности министерства культуры. Мне неловко. Да, у меня есть свое мнение, но я промолчу. Речь не идет о нужности и ненужности. Речь идет о можности и неможности. Понимаете? А то есть уже так. Может ли школа существовать без министерства образования? Теоретически может, а практически нет. Вот и все. Ладно, давайте к вопросам перейдем. На самом деле сравните министерство образования и министерство культуры. У меня вопрос к министерству культуры. Давайте так будем. Микрофон там, микрофон здесь. Вот так будем прыгать. Я постараюсь до всех допрыгать. Скажите, пожалуйста, почему Путин никогда не участвует в теледебатах? А почему министер культуры должен отвечать на этот вопрос? Он что? Он же ближе к Кремлю. Он же из Кремля. Вообще-то ближе к Кремлю я, по их версии. Давайте по такому версию мы не будем строить. Почему мы будем всегда и везде опаздывать? Он нас не уважает. Большое спасибо за вопрос. Давайте следующий. Можно я? Я хочу вернуть вас к началу разговора и к тому, что ты сравнил Борю Немцова, светлая память ему, с Колобком. Я с тобой не соглашусь. Я весь ваш разговор сидела и думала. Для меня Боря Алеша Попович. Если уж выбирать из былинных персонажей. Хитрый, радостный, жизнелюбивый. А Колобок для меня скорее ты. Вот и от бабушки, и от дедушки. И знаем мы этих и бабушек, и дедушек. А хочу я вас спросить вот о чем, возвращая к теме, по которой вы здесь собрались. А кем сами-то вы себя ощущаете, уважаемые деятели искусства? Если бы вы выбирали былинный персонаж и сопоставляли бы себя с сегодняшней реальностью, то кем бы вы себя в ней видели? Это вопрос мой. А просьба у меня к Владимиру Ростиславовичу. Просьба от моего 14-летнего сына. Он показал мне недавно коллекцию в сети. Наверняка вы про это слышали. Который называется Bad Comedian или Caramba TV. Там огромная библиотека критики на фильмы, сделанные при поддержке Министерства культуры. Я бы сама никогда это не нашла, если бы не нашел ребенок. Это фильм, ориентированный на детей и юношество. Процедура, которую вы упростили, она стала прозрачной и прекрасной. Но результаты, которые получаются, они во многом стыдны. Я уверена, что вы этого не знаете. Невозможно просмотреть все те фильмы, которые поддерживают Министерство культуры. Посмотрите эту критику. Это просто просьба. Я вообще читаю всю критику. Он мне задал вопрос, а почему это государство поддерживает? Я читаю всю критику, которую могу, успеваю прочитать. Вы мне дайте конкретику. Я вам пришлю. Я думаю, что говорить о том, что результат плох, неправильно. Вы посмотрите. Мы просто спорим о том, что сами не видели. Потому что сама процедура поменялась только с позапрошлого года. И только в этом году начали, ну в этом, в конце прошлого года начали выходить фильмы, которые профинансированы в соответствии с новой процедурой. И эти фильмы успешны. Просто я в этой коллекции такое количество страшного, что если на это не тратить деньги государство, то хватит и на Пушкинский, и на Эрмитаж, и на Третьяковку, и на все выставочные проекты. Конкретику посмотрим. Следующий вопрос. Здравствуйте. Конкретику посмотрим. Здравствуйте. Про зверушек, да. У меня очень легко. Я то, значит, серый волк, который ударяется об землю и превращается в змея Горыныча. А потом, значит, ударяется опять и в серого волка. Только тот змея Горыныч, которому Алеша Попович одну голову отсек, а две выросли. Такой. Вот я себя вот так социрую. Михаил Борисович. Я говорил о волшебных сказках, когда Джеймс Бондик, а еще и бессмертный совмещенный с Джеймсом Бондом. Господь Мединский. Я очень далек от подобного глубинного самоанализа, поэтому не знаю. Он жар птица. Серебрякова Светлана, художник-скульптор от Чинсоюза художников. Естественно, я бы, поскольку сейчас год литературы и после года культуры, я бы в частном порядке хотела проявить творческую инициативу и передать проект, посвященный как раз нашему городу. Это Владимиру Ростиславовичу. И одновременно я бы хотела задать вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в детских творческих кластерах в Сочи есть певцы, есть спортсмены, а дети творческие, которые занимаются изобразительным искусством, там не привеличены? Спасибо. Какие детские творческие кластеры имеете в Сочи? Там предлагается со всей России пригласить детей. Вы имеете в виду создаваемый центр для одаренных детей на базе Олимпийского парка? Да. Мы планируем пригласить туда детей с художественным образованием тоже, как четвертую категорию. Там планируются естественные науки, в первую очередь, математика, затем хореография, 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 пение, музыка, спорт. И вот художественное образование тоже мы думаем позвать, но надо все запустить процесс. Это технически довольно тяжело. Надо приспособить помещение, организовать там посмельное обучение, разработать глубокие программы, чтобы это не было для детей отдыхом, там 24 дня или там 3 месяца. А чтобы это было действительно глубокое образование, чтобы потом этих детей вели преподаватели. Тут очень важно, чтобы это не было разовой поездкой, типа как в Артек Советский Союз. Очень важно, чтобы потом с этими детьми занимались лучшие преподаватели, которые там будут самыми одаренными заниматься, чтобы потом дети могли из регионов переехать, условно говоря, из Тимутаракани в Пермь, из Пермского хореографического училища в Вагановку, чтобы вот это движение тоже было отлажено. Поэтому это очень серьезный, большой, очень правильный проект, но я думаю, что его за неделю не сделаем. А про художественное вы правы, у нас, так как Министерство культуры сейчас в том числе занимается, курирует, начиная с этого года непосредственно, и систему художественного образования, которая была в рамках Российской Академии Художеств, то обязательно составляющие мы туда включим. Это правильно, да. — Добрый день. Меня зовут Юлия Кантер, я работаю в Государственном Эрмитаже. Поэтому Михаил Борисович и Петровского вопроса задавать не буду. А вот Алексей Алексеевич, Владимир Вячеславович задам. Но если Вы позволите, я начну с очень краткой реплики. — Владимир Вячеславович, Вы сказали о том, что в Америке или где-то там убивают и кандидатов в президенты, в том числе, это правда, а не только отставных политиков. Так вот, я думаю, что сутки, менее чем сутки спустя после расстрела на Красной площади так говорить не надо. И еще, политики, в отличие от чиновников, отставными, если они политики, не бывают. Вам так не кажется? Это раз. Во-вторых, у меня есть вопрос, я сейчас буду еще две части будут исключительно о терминах. О терминах. Я хотела бы о флагмане. Мне кажется, что любое министерство в принципе не может быть флагманом. Флагманом в случае с культурой может являться то или иное учреждение культуры. И в этой связи насколько определяющей является позиция руководства Министерства культуры, в том числе в отношении киноподдержки. Я знаю, что писатель Владимир Мединский, выступая в буквоеде, сказал, что государство не будет поддерживать фильмы, простите, арашки-говнешки, а министр культуры будет? Вот мне очень интересно, вы где ставите грань между собой как писателем и как министром? И если позволите, третий вопрос, он в продолжении второго. Вы сказали о том, что мы, вы сказали мы, я хотела знать, кто эти мы. Сейчас исправляем политику, вы так сказали, по истории. Вот меня интересует, кто эти мы? Это военно-историческое общество, которое вы возглавляете? Или Министерство культуры? Кто эти мы, которые должны расставлять акценты в исправлении истории? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам спорят, будете отвечать или не будете. Ну, отвечайте. Ну, буду отвечать. Тяжело отвечать, когда, значит, во-первых, по поводу Немцова, так чтобы точки над и расставить, не хочу никого обидеть. Значит, я сказал следующее, что я не хотел бы сейчас об этом говорить и устраивать дискуссию на тему, а у них там негров вешают, приводить. Я не хотел бы это говорить. Нет, нет, там претензия к отставному политику. Действительно, политик, это политик, оппозиционный, это не значит отставной. Давайте дальше. Ну, хорошо, хорошо, да, чекисты бывшими не бывают. Хорошо, принято. Депутата Ярославской областной думы, слушайте, ну, ну, Владимир Александрович, вы сейчас вступаете на очень скользкую трапию. Давайте отвечать на... Я предлагаю просто, это действительно, это очень болезненная тема, давайте эту тему сейчас обсуждать не будем. Вот, да. Вот, это неправильно, сейчас обсуждать эту тему. Вот. Что касается истории, я, честно говоря, не очень понял вопроса. Никто, никто историю не пересматривает, не переделывает, ни я, ни мы. Если вы хотите знать там мнение по поводу истории, ну, история действительно, наука в сильной степени, в сильной степени подвержена всегда политическому влиянию. И, конечно, знаете, как говорил академик Покровский, один из основателей большевистской историографии. История есть политика, опрокинутая в прошлое. И большевики, они, в общем, иногда называли вещи своими именами. К этому можно относиться положительно, отрицательно, возмущаться, но это так. Давайте, пожалуйста, следующий вопрос. Нет, подождите, подождите, там у девушки было два вопроса. Значит, по поводу поддержки фильмов, вот вы как писатель и как министр культуры, вы бы разные фильмы поддерживали? Я правильно, да? Еще раз расскажу, как строится система государственной поддержки. Это понятно. Вот вы как писатель, как частный человек, писатель, или как публичный человек, государственный чиновник, поддерживали бы разные фильмы или одни и те же? Мало ли, может, вам дома нравится Сокуров, а поддерживаете вы режиссера Петрова? Я могу сказать таким образом, что мои частные вкусы, вот частные вкусы, вообще никак не влияют на выбор того или иного фильма. Но совпадают ли они с вкусами государственных? Совпадают ли они со вкусом конкурсной комиссии, которая рассматривает фильмы? Иногда совпадают, иногда не совпадают. Иногда мы спорим, иногда соглашаемся. Более того, скажу вам по секрету, когда мы поддерживаем порядка 70 художественных фильмов в год, например, я беру данные по прошлому, по запрошлому году, неужели вы искренне думаете, что министр культуры, не важно, я, Авдеев, Соколов, что-то такое, они могут, а 70 фильмов, это примерно конкурс 10 фильмов на место. То есть читают 700 сценариев. Но нет, конечно. Нет, но все-таки, знаете, от государственного чиновника хочется больше личной вовлеченности и большего личного мнения. Есть, иногда есть проекты, которые мне настолько нравятся лично. Что вы высказываете публично. Врядко вы, что я высказываю свою точку зрения, но я не голосую при этом. Я высказываю точку зрения, ну, например, там проект «Батальон», вот сейчас идет фильм «Батальон». Мне этот проект очень нравится. Я лично приезжал всячески поддерживать этот проект на открытие съемок. Более того, я помогал собирать деньги на этот проект. Помимо бюджета Министерства культуры, там довольно много спонсорских средств, на бюджет Минкультуры это примерно 15% от бюджета этого проекта. Денег не хватало. Я сидел на телефоне, обзванивал всех знакомых, чтобы они поддержали. На мой взгляд, это хороший, правильный проект. Очень профессиональный, качественно сделанный. Поэтому, но это вот, лично этим занимался. Получили ответы на свои вопросы? Надеюсь, что по основному месту работы у вас проблем не будет с вопросами. Пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. Во вторник явитесь ко мне. Вопрос, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, в прошлый раз, когда у вас были открытые библиотеки, горела библиотека в Москве, огромная национальная трагедия, в том числе сгорел фонд книги Велеса, уникальный. Есть ли в компетенции Министерства культуры что-то, чтобы помочь библиотечному делу в России? И хочу сказать, что здесь у нас тоже в публичной библиотеке книжный магазин, тот открывается, тот закрывается в информационном центре. И если можно, к Алексею Индиктову, книга Велеса, это, на ваш взгляд, сказка или были? Вопрос, это был Анатолий Абрусов. Спасибо. Спасибо большое. У меня большая вопрос. Давайте по одному вопросу задавать, иначе мы тут не кончим до пенсии. Я коротко отвечу, любая книга – это сказка. Библиотека сгоревшая относится к Академии наук, библиотека ИНИОН. Мы помогаем. Мы сейчас взяли огромные книги, когда тушили библиотеку, естественно, огромное количество книг пострадало от средств пожаротушения. И поэтому сейчас наши библиотеки подведомственные Министерства культуры, они взяли эти книги себе, и на специальном оборудовании мы их пытаемся восстановить. Там специальная идет обработка этих книг. Все, что зависит от нас, мы в этом отношении делаем. Это, конечно, большая беда, сгоревшая. Но, как сказал министр Ливанов, пожар в библиотеке ИНИОН отражает общее состояние дел в хозяйстве Академии наук. И скажу вам откровенно, я думаю, что большая доля истины в его словах есть. Наталья Сидорова, Петербургский творческий клуб «Парадис». У меня два, но очень коротеньких. Алексей Алексеевич, что будет с петербургским эхом? Я думаю, все здесь ждут, что вы скажете. А во-вторых, у меня к милому Борисовичу. Вот сейчас только что закончилась прекрасная восточная сказка. В Ираке разбили уникальные памятники до начала нашей эры. Это вообще как? Как вы к этому относитесь, как восточный ученый? Я, собственно, приехал не только в открытую библиотеку, я приехал сюда встречаться с разными участниками этой драмы, потому что драма пока имеет плохую перспективу. 17 марта вполне возможно отключение федерального эха от эфира в Санкт-Петербурге. Именно поэтому я сюда приехал, и сегодня у меня будут встречи. По результатам, последний раз, по результатам этих встреч я смогу что-то сказать. Мячик не у меня, камень в другой стороне. Я хотел бы получить ответы. И потом принять решение. У меня есть все полномочия на принятие решения. Когда это решение будет принято? Ну, всего... Нет, вообще решение принято. Про отключение. Направлен документ. Официальный документ. Но поскольку сегодня коллеги питерские попросились на встречу, естественно, я готов встретиться, просто мы отменили все там встречи, обеды, ужины и так далее, будем сегодня сидеть ровно столько, сколько потребуется для последней попытки решить вопрос сохранения вещей о неэха в Санкт-Петербурге. Николай Борисович. Ну, то, что происходит в Муссуле, это страшная трагедия. На самом деле мы как-то все не понимаем. И самое страшное в мире происходит сейчас там, в Сирии и в Ираке. Ну, там просто уничтожается ДНК нашей цивилизации. Это как бабочка, которую убили в прошлом. Да, мы еще все это увидим и услышим. Но это первое. Второе, это замечательная работа средств массовой информации. Совершенно непонятно, что там происходит, потому что мне понятно, но сейчас разбирается, потому что там американцы одно смотрят, ученые, где подлинные вещи, где замечательные большие скульптуры гипсовые, которые построил Саддам Хусейн, там все это летит, разлетается. Потому что люди не разбирают искусство, но для них музей это символ. Музей символ, музей символ, и они его уничтожают. Это второй вопрос. Нужно понимать, что такое музей, и как их надо ценить и охранять. Это не просто место, где какие-то интересные вещи. Третье, это то, что вандализм, это и есть самое страшное преступление. Страшнее, чем кража, чем что угодно. Вандализм это уничтожение наследия, культурного наследия, опять же, на инканации, и страшнейшее оскорбление еще не выпущенных национальных чувств сирийцев, иракцев и всех других, потому что это доисламское культурное наследие. Например, там древнейшее арабское государство Хатара, вот хатарские вещи точно были, так сказать, разбиты. И третий, это опять рассказ о религиозном фанатизме и экстремизме. Потому что не просто так били, а били, потому что чувства верующих мусульман-экстремистов были оскорблены наличием статуи стоящих в... Это такая песня, которую я все время повторяю, с разговорами о деликатных чувствах национальных, религиозных, всяких. Нужно быть очень осторожным, потому что практически все оскорбляются другими. Любое, так сказать, проявление, там, я не знаю, картинка в кармане может оскорблять мусульманина. Крест, открытый у христианина, оскорбляет мусульманина, и по всему миру это есть. И наоборот может происходить все. Поэтому это еще один напоминающий, с этим надо действительно разбираться. Мы имеем действительно сложнейшую, страшнейшую проблему мировую, которой и надо заниматься, в отличие от всего другого. Спасибо. Следующий вопрос. Седова Людмила Иосифовна, житель блокадного Ленинграда, корреспондент газеты «Арсеньевские вести». Вопрос. Год Победы. При выходе с московского вокзала на гостинице «Октябрьская» висит город Герой Ленинград. И рядом огромные, в четыре раза больше буквы ВТБ. Я считаю, и мы считаем, мои знакомые, это некрасиво и некультурно, потому что приезжают делегации, группы, и видят это. А вечером очень ярко освещено ВТБ и слабо освещено город Герой Ленинград. И последнее. Надо обратить внимание на культуру молодежи. Спуститесь с небес. Конкретно, если я, пожилой человек, выхожу из троллейбуса и транспорта, теперь редко, когда молодые люди или вообще мужчины среднего возраста подают руку и на внешний облик, и на те наименования, которыми кишит наш город на английском языке. Хотя бы рядом писали на русском. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Я передаю письмо Мединскому и газету Петровскому. И благодарю Петровского за то, что я выступала на трех международных культурных форумах. Спасибо вам большое. Я думаю, вопроса не было. Я хотел прокомментировать. Министерство культуры давно внесло в Государственную Думу законопроект, который мы инициировали вообще о запрете рекламы на памятниках культуры. Так как памятниками культуры являются тысячи и тысячи зданий, в том числе и в Санкт-Петербурге. И действительно... Мне кажется, гостиница «Москва». Я не знаю. Не исключено. Пусть мне Петербург... Не важно. Но на памятниках реклама должна быть запрещена. Этот законопроект в первом чтении рассматривается, по-моему, на этой неделе. Гостиница «Октябрьская» – памятник культуры петербуржцы? Надо посмотреть. Я не исключаю, что это памятник. Я не исключаю, что это памятник. Какая разница? Он очень тяжело идет, потому что понятно, кто противодействует этому законопроекту, но мы на нем наставим. Кстати, в одном из предыдущих вопросов речь шла еще о книжных магазинах. Поддержка книготорговли является у нас функцией Минсвязи как по распределению полномочий, а не Министерству культуры, равной, как и поддержка литературы. Как ни удивительно. Но, тем не менее, опять же, мы внесли законопроект, по которому в учреждениях культуры, вот как, например, эта библиотека, должны быть предоставляться льготные аренды для открывающихся здесь в учреждениях культуры книжных магазинов профильной деятельности. Чтобы, например, Эрмитаж мог не на открытом аукционе. Магазину очень тяжело выиграть аренду с аукциона, потому что не тот бизнес. На этом так не заработаешь, как на продаже дорогой одежды или ресторана. И мы надеемся, что мы этот законопроект все-таки продавим, потому что действительно книжных мало, не хватает. И в рыночной экономике, не больше, что очень тяжело. Спасибо. Еще, пожалуйста, давайте по одному вопросу, и они должны быть короткими. Добрый день, меня зовут Максим Ромов, и у меня вопрос к господину Мединскому. Вы интересно сказали по поводу российско-польского культурного обмена, я внимательно слушал, что так прозвучало, слава богу, польские культурные институции наплевали на решение польского правительства. Вопрос следующий, исходя из этого. Наступят ли времена, по вашему мнению, в обозримом будущем, чтобы в России наши институции в отдельных ситуациях могли бы наплевать на решение нашего правительства, если они не совпали во мнении. И второй короткий вопрос ко всем участникам встречи. Вы все можете считать до одного? Очень коротко, я прошу прощения. Вопрос такой, в Госдуме уже обсуждается во все переименование города Волгоград в Сталинград. По-моему, какие-то чтения уже прошли, нет? Отказали. 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 Спасибо большое. Спасибо, молодчик. Спасибо. Мнение наших гостей к этому. Можно я скажу сразу, мнение мое по поводу переименования городов должны решать жители города на референдуме. Волгоград отдельно, Петербург отдельно, Киров отдельно. Это люди, которые там живут и которым пишут город такой-то. Это должно быть, на мой взгляд, решение на референдуме по определенной схеме жителей конкретного населенного пункта. Спасибо. В отличие от польского правительства, мы не принимаем запретительных решений. Мы не пытаемся запретить нашим институциям общаться с польскими институциями и так далее. Вы же понимаете, что для того, чтобы получить государственную поддержку, нужно в партию вступить по телевизору, выступить публично во всем покатиться, осознаться, подписать письмо и так далее. Ну, это вы сейчас придумали. Вот, ей-богу, мы в разных странах живем. Михаил Борисович, вас требовали в партии уступить, покаяться, подписаться? Нет еще. Нет еще. От кого требовали? Никогда. От вас, Алексей Алексеевич? Ну, о чем вы говорите? А я не вывожу выставки никуда. Мне ничего не надо. Поэтому нет, мы не принимаем подобных решений запретительных. И очень надеемся, что нашим культурным институциям не придется в данном случае противоречить с решениями министерства. Наоборот, мы пытаемся всячески поддержать культурные обмены, в том числе и обмены с Польшей, несмотря на политические декларации польского правительства. Я более того скажу, мы стараемся наладить культурные связи прямые и с институциями культурными на Украине, несмотря ни на что. У нас есть отдельная программа по культурному обмену со странами Прибалтики, несмотря на то, что их правительство занимает, ну, мягко говоря, своеобразную позицию по некоторым вопросам. Но, тем не менее, у нас «Золотая маска» выступает в Прибалтике. Мы понимаем, что там живет много наших соотечественников. Мы, русские театры, которые на русском языке выступают в Прибалтике, начиная с прошлого года стали приглашать на кастроли в России. Они счастливы. Они не видели этого 25 лет. Когда мы там Рижский театр, из других стран Прибалтики приглашаем к нам, для них это просто новый мир. Такую же программу мы развернули сейчас вообще со всеми государствами СНГ. Мы стремимся их театры на русском языке приглашать на кастроли к нам, а наши театры направляют туда. Там тоже зрители скучают. И там билеты продаются за полгода наперед все. Кстати сказать, с прошлого года Министерство культуры возродило централизованную при государственной поддержке кастрольную деятельность, которой тоже у нас 25 лет не было. Все возвращается на такие до 25 лет круги. Это было правильно, потому что спектакль большой формы не может на коммерческих основаниях уехать в Лон-Удэ. Он не может поехать на Дальний Восток. Просто это экономически бессмысленно. И чем эффективнее и чем успешнее этот театр, там театр Вахтангова, он сам по себе не поедет никогда в Якутию. Это большие очень затраты. Якутские зрители никогда не увидят этих спектаклей. Поэтому здесь необходима какая-то разумная государственно-частная поддержка. И мы эту систему государственно-частной поддержки выстраиваем. Она как сеть покрывает всю страну. И театр их страшно благодарный, зрители благодарны. Когда у нас Вахтангова выезжал по России в прошлом году, там тысячи писем к нам приходили. А билеты продавались все полностью на второй день после объявления гастролей. Под ключ. Не буду поливизировать, чтобы не затягивать. Скажите, что там плохого? Да, это та практика гастрольной деятельности, централизованной гастрольной деятельности при софинансировании государства, которое существовало в советские годы. Это была правильная практика. Следующий вопрос. Здравствуйте. Портал Журдома, Оксана Сладовникова. У меня вопрос к Алексею Алексеевичу. Вот вернемся к их у Петербурга. Скажите, пожалуйста, кто возможный новый партнер вместо музыкальной фактории и чем московское руководство не устраивает Татьяна Когляк? Отказать в ответе. Пожалуйста, Ваш вопрос. Здравствуйте. Анатолий Бузинский, телеканал «Дождь». В 2009 году два действующих политика, это Борис Немцов и Владимир Мединский, были на радио «Свобода» и дискутировали на тему, нужны ли политические реформы во время экономического кризиса. Вот прошло время, там тоже обсуждали одну сказку, это о том, как, кстати, господин Медведев пообещал в стране невиданную политическую реформу, демократизацию. Вот у меня вопрос, в первую очередь, к Владимиру Мединскому и коллегам, как прошла демократизация и нужна ли она сейчас? Спасибо. Ну, за это время у нас сменился президент, я имею в виду, был Медведев, стал Путин, и мы видим другую политику. Демократизация прошла хорошо. Вы знаете, президенты меняются, да, вот приходит другой президент, проводит другую политику. Мне представляется, что объем демократических свобод, если вы это имеете в виду, сужается, это очевидно. До последнего времени использовали методы нерадикальные. Вчера мы увидели радикальный метод, потому что мы все прекрасно понимаем, что господин Немцов никакой не отставной политик, что, а, он действующий политик, а, б, он собирался идти в федеральную политику, имея в виду выборы и в Госдуму, и, возможно, президентские. Значит, вот силы начинают разбираться между собой с помощью радикальных способов. в стране, где есть нормальные демократические процедуры, все-таки там тоже убивают, и здесь правильно было сказано, но такие риски все-таки уменьшаются. К сожалению, с моей точки зрения, демократические процедуры в России за последние 4 года сократились. Сократились. Пожалуйста, 3 вопроса. Последний, вот ваш и еще 2. Я не согласен со всем, что сказал сейчас Венедиктов. Так, дальше. Еще бы, а то бы я стал министром, понимаете? У меня вопрос к москвичам. Что там с душой шпиона сверла? И спросите по случаю Владимира Владимировича, почему так простые россияне плохо живут в материальном плане? 86% простых россиян Владимир Владимирович поддерживает. Поэтому это вопрос, так сказать, меньшинства. Следующий вопрос. Есть вопросы? Ну, фильм «Душа шпиона», по-моему, будет в прокате летом, насколько я знаю. Там сейчас решается вопрос с дистрибьютором. Выбирают наилучшие условия. Бортка к нам приезжал, фильм показывал. То, что, видимо, не только вы один, а вообще то, что происходит в сфере государственного управления, в сфере культуры, оно может быть оценено только спустя 100 лет. Я всех вас троих хотела бы спросить, как бы вы хотели, чтобы, несмотря на все медицинские технологии, 100 лет мы не протянем, хотя в России нужно жить долго, как известно. Это Немцов тоже любил повторить. Как бы вы хотели, чтобы вас вспоминали наши потомки через 100 лет? Кем бы вы хотели остаться в истории? Наверное, Михаил Борисович, вы первые. Я хотел бы, чтобы хотя бы вспоминали. Алексей Алексеевич. Я хотел, чтобы хотя бы забыли. Владимир Славович. Я вообще об этом не думаю. Я просто вот когда... Мы каждый день решаем кучу мелких задач. Я просто пытаюсь каждую из этих задач решать честно и правильно. И все. О последствиях я не думаю. Спасибо большое. Значит, у нас еще диалоги, которые вас ждут. Михаил Тшац, Жора Крыжовников. И Михаил Козырев и Дмитрий Ревякин. В 2 часа дня... В 2.30, простите. В 2.30 и в 17.00. Если я ничего не перепутала. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.